Всем привет, с вами Аркадий и сегодня я продолжаю играть в игру под названием Everlasting Summer или же Бесконечное Лето. Так, мы с вами остановились на том, что мы собирали градиент для торта, для того, что, ну, в честь того, что мы нашли шурика. И это жопа. Дрожжи у нас в медпункте. Ну, конечно, там не были дрожжи, а пиво. Пиво взяли. Мука в библиотеке, ну, слава богу, оказалось в подвале. А типа, опа, мука под книжками? Нет, такого не было. Это хорошо. Но все-таки мука в библиотеке, это вообще жопа. Так, нам вроде еще какой-то последний градиент остался. Я не помню какой. Землянику забрали, дрожжи и муку забрали. Яйца! Нет, соль! Соль! Или нет? Не-не, сахар, сахар, сахар! Сахар у электроника у шурика. В клубе, короче. Ладно, мы с ней сотовывали, как мы несли муку, и нас встретил Славя на площади. Давайте. Все бы и хорошо, но на площади меня окликнула Славя. Точнее, она выдвинула у меня из-за спины так неожиданно, что я даже сдрогнул. Как продвигается? Что? Ну, в поиске ингредиентов. А, ты уже знаешь? Да. Славя улыбнулась. Нормально. Стараясь не выдавать свое волнение, ответил я. А что у тебя там? Она показала на выпячивающую из-под рубашки бутылку. А-а-а. Как вы будете ся... А-а-а. А, это... Кажется, попал. Да так, ничего особенного. Я глупо захихикал. Мне пора. И убежали. Площадь я покинул почти бегом, а Славя в недоумении. Хе-хе-хе-хе. А вдруг она хотела нас пригласить гулять. Ну, блин. Ну, конечно же, мы с ней бы запалились. Я думаю, бутылки-то оставили у нас там в домике вожатой. Спрятали. А вон, ну как. Хорошо, что она не из тех людей, которые будут задавать ей все вопросы. Но есть в этом лагере те, кого хлеба не кормить. Дай засунуть нос в чужие дела. Проходя мимо домников-пионеров, я столкнулся с Ульяной. Че прячешь? А нахитер постоял на меня. Я решил не опираться. Нет смысла, и поэтому он вызывающий ответил. А не твое дело. Шифровку в штаб несу. Большая? Шифровка. В итоге я держал на уровне пояса, поэтому несколько смутился. Может тебе помочь? Эм, ну сам сразу. Я уверенно пришел к Ульяну и продолжил путь. К моему удивлению она ничего не сказала и не стала преследовать меня. Так она на эту бутылку населилась. Конечно, она не будет тебя сдавать. Она придет и будет искать эту бутылочку. Или попрашивать у нас. Кто знает. Ольги Митрыны в домике не было. Так что мне удалось спокойно спать бутылку к себе под кровать. Выйдя на улицу, я обрещенно вздохнул. Действительно, никогда бы не подумал, что буду так переживать из-за одной бутылки пива. Словно вернуться старшей класса школы. Хорошо, что сейчас она в безопасности. А если даже найдут, скажу, что не мое. Опыт придумывания оправданий у меня был большой. А, значит, я сначала, кажется... А, да, блин. Сначала в библиотеку шел, потом в битпункт. А, я с битпункта возвращался с бутылкой пива. Точно. А-а-а. Я думал, сначала... Я почему-то думал с библиотеки. То есть вторая библиотека была. Ладно, кажется, мои воспоминания меня подводят. А, буйки. Блин, надо экран почистить, ё-моё. Подумал, написано вуйки. Я думал, что такое вуйки? Остров ближний, остров длинный. Ну, близко, длинно. Ладно, пошлите в кружки. Казалось, что за сегодня мне пришлось пережить столько же, сколько за все предыдущие дни. Так что, подходя к зданию кружков, я и подумать забыл о том, что искать здесь сахар. Вообще говоря, несколько странновато. Опа. Опа. Шурек и Электроник что-то удивленно мастерили. О-о-о, тебе понятно, почему в этом кружке нет девчонок. Или они просто не хотят идти в этот кружок, вы упрашивали кого-нибудь пойти, но решили создать свою девушку в мастерской, да? Да, понятно. Ну что, парни, я к вам. Парни-динственники. Увлечены настолько, что даже не заметили меня. Я присмотрелся. Это был какой-то робот. Хотя бы его корпус. Причем робот женского повода, да еще и с ушами. Мне не хотелось строить теории, для чего с этилом лагерной кибернатики могло понадобиться это устройство. Хоть конструкция выглядела относительно технологична, у меня были большие сомнения в том, что этот робот сможет будущим завоевать мир. Или хотя бы вообще будет способен на какие-либо самостоятельные действия. Однако им кажется важнее сам процесс, нежели конечный результат. И тут я мог их понять, хотя мне не хотелось признаваться в этом самому себе. С другой стороны, они не боялись провала, критики или даже насмешек. Шли и шли к себе экономичной цели. Не обращая внимания на то, что кому-то она может показаться недостижимой или вовсе абсурдной. Как будто я их правда сравниваю с какими-то светилами науки. Привет, ребята! Неуверенно поздоровался. Я не уверенно, блин. О, Семен, заходи. Всегда рады. Да, я и так уже зашел, вообще-то. Ты это, извини за вчерашний. Хотя я почти ничего не помню, но мало ли что. В общем... Да ничего, ничего. Что тебе привело в нашу скромную обитель? Электроник хитро посмотрел на меня. Паром мне касалось, что когда он делает такое выражение лица, то полностью уверен, что знает про собственника нечто, чем может козырнуть подходящий момент. Сахар. Мне нужен сахар. Да, ребята, можете назвать мне дебилой там. Я не знаю, зачем вот тут сахар. Ладно бы соль у вас была. Я бы... Вы претензий не имел. Но, блин, сахар в мастерской, я не знаю, для чего он нужен. Я знаю, что вот соль, к примеру, там может понадобиться. Например, есть такие солевые батарейки. Это же кибернетики. Может быть там батарейки на соли создают и тому подобное. Но сахар... Я не знаю, как сахар связан с кибернетикой. Вообще никак. Но соль может быть так вот, за батареями. Типа как аккумулятор, всё такое. А вот это... Хоть убейте, я не знаю. Ладно, может быть сахар, а не пьют чай. Ладно. Перед глазами сразу всплыла картинка из старой компьютерной игры, где какой-то юнит, старетий или что-то подобное, во все свои пять пикселей кричат Мо! Винит Мо! А это у нас есть. Спокойно ответил электроник. А зачем он тебе? Я не хотел бы снять шурку, что в его честь хотят испить торт. Не хотел просить сюрприз. Не знаю. Да блин, Семён, сказал бы, что тебя Виола пригласила попить чайку. И у неё нет как раз-таки сахара. А она любит сладкий чай. Или хотя бы просто со славой, или с вожатой, типа такого. Пригласили на свиданку, всё такое. А нет, на свиданку это что-то уже за гранью вон. Молчи. Дуо. Ольга Дмитриевна попросила принести барин. Ну хотя бы так. Ладно, сейчас. Электроник скрылся за дверью в соседнюю комнату. Почему сахар именно у вас лежит, а не в столовой? Когда в прошлый раз машина с продуктами приезжала, то его выгружали последним. А так как наше здание ближе всего к проходной, то... Чтобы далеко не носить... Логично. Ну понятно. Открылась дверь, появился электроник, тащивший за собой огромный мешок. Я, конечно, не знал, какого размера торт планирует испечь Ольга Дмитриевна, но здесь явно сахара многовато. Ну, спасибо. Конечно, но... Мне столько не надо. А куда же нам его переложить? Электроник удивленно посмотрел на меня. Нам некуда. Просил сахар? Забирай. Похоже, та его улыбка все же не была беспричинной. Может быть, тогда поможете меня это тащить? Тут недалеко же. А вы заняты? Он показал рукой на робота. Я пристанно посмотрел на Шурика. В конце концов, он был мне обязан. Тот замялся, но все же стыдливо от его глаза. Я вздохнул, взял мешок и направился к выходу. Спасибо, что же. О, Шурик, Шурик, Шурик. Семен, я в тебе верю. Я понимаю. Однако, далеко уйти не получилось. Уже через каких-то 20 метров мне пришлось поставить мешок на землю, чтобы передохнуть. Согласен. Не знаю, сколько он весил, но казалось, что точно не менее 20 килограмм. С одной стороны, до столовой осталось всего каких-то пару сотен метров. С другой же, даже такое расстояние с подобным грузом на плечах, а иногда в руках, ногах, подмышкой или даже на голове, казалось мне тогда непосильным. Я уже твердо решил продвигаться небольшими рывками, с длительными остановками. К ночи как раз добрался бы. Как услышал, голос позади себя. Ульяна, что ли? А, может тебе помочь? Передо мной стояла Лена. Не думаю, что у тебя это вообще получится. Именно в такие минуты я мучительно тяжело ощущал, что у меня катастрофически не хватает физической формы. Я могу за тележкой сходить. Тележка! Как мне это в голову-то не пришло? Почему я сам об этом не подумал? Да, 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 это было здорово. Давай, давай, давай. Подожди, тут, я быстро. Она улыбнулась и убежала в сторону площади. И что бы я без нее делал? Хорошо, что Лена все же не всегда такая застенчива, а иногда и вполне может проявить инициативу. Я вот задумался. Сейчас она выглядела довольно странно. Ни тени ровности на лице, наоборот, улыбка и уверенность. Предложение помочь саму по себе не было чем-то из разряда вон выходящим. Но от Лены... Через пять минут, пару минут, она вернулась в небольшой тележке. Я поставил на нее мешок. Спасибо. Не за что. Она покраснела и оставила себе под ноги. Ну вот опять. Тогда я пойду. Да, удачи. Еще раз спасибо. Крикнул я ей вслед. Иногда мне казалось, что в Лене живут два разных человека. Но второй, уверенный себе, веселый, местами даже какой-то дерзкий, появляется только передо мной. Или мне опять все это кажется? Я решил, что лучше принесу все ингредиенты одновременно, поэтому направлюсь в тележку в сторону домика Ольги Дмитриевны. Наконец, все необходимое было собрано. Я вытащил тележку с сахаром на улицу и положил на нее мешочек с мукой, а сверху приспособил кое-как две красинки с ягодами. Пирожей я предусмотрительно засунул под рубашку, от греха подальше. День близился к вечеру, а это значит, что пора спешить, ведь торт еще надо испечь. Конечно, я бы куда с большим удовольствием сейчас бы просто лег, закрыл глаза и заснул. Но нельзя подводить Ольгу Дмитриевну. Более того, после сегодняшнего приключения я уже чувствовал и собственную ответственность за успех всего мероприятия. Ну да, если мы уснем, мы же живем с Ольгой Дмитриевной в одном домике, и у нас даже нет перегородки. Так что она придет ночью и задушит нас. Своей злостью. Эй, блин. А-а-а. Ай, блин, пролил чуть-чуть. Ах. Выйдя на площадь, я ненадолго остановился, чтобы отдышаться. Нет, тележка не была тяжелой, ехала легко, и не приходилось прилагать особых усилий. Просто любые физические нагрузки вызывали боль. И физическую, да и душевную. Я присел на лавочку и закрыл глаза. А что это? Мне было наплевать, кто это. Наверняка просто какая-нибудь пионерка, заинтересовавшаяся необычной коллегой по несчастью. Ты о чем? Устал спросить я. Она ничего не ответила. Я говорю, я не готова. Че, подождите, подождите. Я не понимаю. Включить. Все включено. А. Может, я посмотрел, может опять какая-то цензура. Хредово знает. Ты любишь сорты? Не знаю. Что, никогда не пробовала? Не знаю. Девочка, очевидно, не понимала, про что я. Но тогда я, но тогда это не показалось странным. Разговор меня совершенно не интересовал, так как я устал настолько, что не имел никакого желания, как бы то ни было, классифицировать внешние раздражители. Разделять их на обычные и необычные. Понятно. Ты приходи, попробуешь. Правда? Правда. А из чего их делают? Кого? Рассильно спросил я. Ну, эти твои торты? Ну, мука, сахар, начинки всякие. Какой-то странный вопрос. Неужели она не знает, из чего состоит торт? Это все у тебя там? Да, частично. Из сахара? Из сахара. А можешь мне немного отсыпать? Зачем? Это уже было, пожалуй, через чего? Внезапно налетел ветер и инстинктивно схватился за тележку и открыл глаза. Однако предо мной никого не было. Неужели мне все это причудилось? Однако мешок с сахаром развязался, а под ним на земле выступалась небольшая белая горка. Может быть, она ветер испугалась и убежала? Поправив поклажу, я встал со скамейки и продолжил свой. Он был нелегкий земляничный путь. Возле столовой не было ни души. Ничего удивительного. Ведь до ужина остался еще час. Я подкатил тележку к заднему входу и сдал продукты в срок на руки местной поварихи. Наверное, она уже была в курсе, что с ними делать, поэтому посмотрел на меня так неудобно. Не уверен, сколько по времени занимает приготовление торта, но, видимо, ей придется поспешить. Оставшееся до ужина время, хотелось просто отдохнуть. Проще говоря, я слишком устал. Поэтому снял ступеньки и принялся ждать. Глаза закрывая сами собой, наверное. За весь день меня слишком сильно разморило. Поэтому я и не заметил, как кто-то подошел и легонько стул на меня по плечу. Пусть это будет Славя, пусть это будет Славя, пусть это будет Славя. Открыл глаза. Да, блин. Привет, Мику. А, блин. Привет. Поэтому я стоял у Мику. Да и тебе. Даже без зеркала я мог представить выражение крайнего скептицизма и раздражения у себя на лице. Извини, я помешал, наверное? Да не, я просто сидел. А ну, тогда и ладно. Мику распылась в улыбке. Я просто шел на ужин, думал, что уже пора, оказалось, что еще рано, но я все же решил проверить. Может, я не ошибаюсь? Не я ошибаюсь, а часы? Ну, то есть часы не могут ошибаться, просто я их не так поняла. Кажется, она окончательно запуталась и замолчала. Еще полчаса примерно до ужина. Отлично, тогда я с тобой посижу тут. Не возражаешь? Откровенно говоря, я возражал. Знаешь, у меня тут кое-какие дела есть. Я поспешно встал и, не прощаясь, удалился, как обычно, игнорируя Мику что-то кричащущее вслед. Через минуту я вышел на площадь и все на лавочку. С твердым намерением хотя бы здесь дождаться ужина в тишине и спокойствии. Пожалуй, такое я со мной впервые за последние четыре с половиной дня. Я не просто взялся на какие-то незначительные неудобства, а по-настоящему увесился. Меня абсолютно перестало волновать, где я и почему я здесь. Не волновало меня и то, как выбрался отсюда. Сейчас я больше не годовал из-за того, что именно мне постоянно приходится выполнять глупые поручения вожатой. Именно я вечно попадаю в идиотские ситуации, а иногда и вообще выступаю шутом. Если это против кинопланетян или задумка вселенского разума, то им неплохо бы показаться психиатром. Я скрипнул зубами и сжал кулаки. И самое обидное в том, что все происходило как-то само собой. Я бы и рад не таскать пудовые мешки с сахаром, но выбора-то у меня нет. Точнее, альтернатива придет куда худше последствиям, чем растянутые мышцы и ущемленное самолюбие. На кого злишься? Передо мной стояла Ульянка и ехидно улыбалась. Мне на кого? Рассеянно ответил я. Однако кулаки меня выдавали. Так просто. Ладно, ладно, дело твое. Ты лучше скажи мне, зачем весь день по лагерю бегал со всякими мешками? Дела были. Нехотя ответил я. Судя по всему, это продукты, да? Может и продукты. Ульяна собралась что-то сказать, но в это время заиграла музыка, призывающая пионеров на ужин. Я с обречением вздохнул и быстро направился в сторону столовой, оставив Ульяну позади. О, Семен, спасибо тебе огромное. За что? Вожатая приветливо улыбалась. Ну, за торт. А-а-а, да. Да-да. В тот момент я так... Я как нельзя лучше понял способ поговорки. Спасибо в карман не положишь. Ты же никому не рассказывал? Это должен быть сюрприз. Да. Вот и молодец. А теперь давай, марш на ужин. Ольга Дмитриевна махнула рукой в сторону столовой. Я медленно переступил порог и принялся искать свободные места. Сегодня их оказалось много, так что появилась возможность поесть в одиночестве. На ужин давали рыбу с картофельным пюре. А мы рыбу не едим, блин. Только пюре приедем. Опять неудача. Останусь полуголодным. Да и к тому же рыба была в обед. Сегодня что, рыбный день? Отведу в сторону трепку с жаренными морскими обитателем. Я опустил голову на руки и закрыл глаза. Но сколько к моему сольку кто-то подошел? Пусть это будет Славя, пусть это будет Славя, пусть это будет Славя. Ох, что с тобой? А ничего. Ответил я, не меняя положение. Устал? Да, есть немного. Это плохо. Сергей сказал Славе. Еще бы. Ты же помнишь, что после ужина мы все в поход идем. Уже собрался? Че? Какой поход? Че? А че? А торт? Я что, зря ингредиенты собирал? Вы же понимаете, я это один делал. 50 килограммов луки, 50 килограммов сахара. А че там еще? Две бутылки пива больших. Вы о чем? Какой дахрен поход. Я сдох. Я, кажется, там и подохну. В костер бросите. Ё-моё. Чего? А куда? Я вам витали на открыл глаза и поднял голову. Рядом со Славей стояла Лена. Пароход. Она удивилась. Ты не знал? А вообще не. Я впустил голову на стол и закрою ее руками. Если бы сейчас была возможность проводиться под землю... Девочки попрощали. Некоторое время я находился наедине со своими мыслями. И меня это вполне устраивало. Может быть, удалось бы даже так просидеть до конца ужина. Но издание у Гла Столовой донесся громкий голос Ольги Дмитриевны. Ребята! В честь чудесного спасения нашего друга и товарища Шурика, мы приготовили для вас этот торт. Спасибо. Мы спасли Шурика, поэтому мы благодарим вас, что вы не искали Шурика, а нашел его Семен. Но Семен сейчас полудохлик, поэтому торт для вас. Его оставьте кусочек. Я нехотя поднял голову и посмотрел в сторону вожатой, но ничего не увидел за плотно сомкнутыми спинами пионеров. Сейчас, 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 сейчас. А про меня даже не упомянули. Что я Шурика спасал, что продукты для торта таскал. Как будто так и положено. Что ж, от вожатой этого стоило ожидать. Пойдем. А то без нас едят. Славя улыбнулась. Пойдем. Согласилась с ней Лена. Да, конечно. Я нехотя встал и поплелся за девочками. Когда мы подошли к толпе пионеров, Ольга Дмитриевна как раз поставила торт на середину стола. А теперь... Закончил вожатая не успела, поэтому из толпы пионер выскочил ульянкой и накинулась на торт. Ага, Ольга Дмитриевна, Алиса, Лена, мы Семеночек. Ё-моё, ульяна. Уже... А, это Лена. Это, кажется, ульянка, но... Да, с зубами. Ё-моё. А чё торт такой маленький? 50 килограмм в муке, ё-моё. Ну, или 20, мне пофиг. Но всё равно это мало. Сверя собирали, что ли, могли просто вот так вот по мешочку, по килограмму принести, блин, и было бы достаточно. Ну, ладно, не килограмм в муке, но хотя бы 2 килограмма в муке, ладно. Ё-моё. Ладно, хотя пиво-то пригодилось в качестве дрожжей. Пивной тортик. Она успела надкусить его в нескольких местах до того, как её начали оттаскивать. Ульянка опиралась, упиралась и визжала. За всей этой картиной я беззвучно наблюдал со стороны. Улыбающаяся Алиса, Лена, которая пальцем подцепила немного крема, негодующий пионер вокруг. Казалось, мне просто здесь не место. Сейчас окрой глаза, открой, и вот я уже дома, перед компьютером. Нет. Я моргнул, но ничего не изменилось. Только шул, гам и крики стали отчётливее. Ульяна! Это уже переходит все границы! Я-я-я-я-я! Действительно, такое поведение, это перебор даже для неё. Я в разговор или трибунал... В разговор или трибунал мешался Шурик. Да ладно вам, Ольга Дмитриевна. Раз уж торт мою честь, то ничего страшного. Он замялся. Неважно! Вожатая повернула в сторону Ульяны. А ты! Тебя я сегодня накажу по-настоящему! Чтобы в следующий раз знала! Ради бога! Она фыкнула и отвернулась. Сегодня с нами поход не идёшь. Да больно надо! Я бы с удовольствием поменялся ролями с Ульянкой, и не пошёл бы в поход вместо неё. Но кто ж знал! Если бы догадаться заранее, я бы первым полез крушить этот чёртов торт. После пары минут замешательств, пионеры стали потихоньку расходиться. И тебе пора собираться! Через полчаса построение на площади. Я поставил глаза вожатой, пытаясь невербально передать своё отношение к происходящим. Но вышло у меня, видимо, не очень. Ольга Дмитриевна! Вы сегодня меня гоняли по лагерю! Я занимался физической нагрузкой. По всему лагерю бегал. Мешок муки потащил. Дрожжей принёс. 4 литра. Сахар привёз на тележке. Слава богу, мне Лена подсказала, что есть тележка, оказывается, в лагере. Что можно привезти. К сожалению, только Сахар привёз. На тележке. Ё-моё. Не опаздывай! Направляясь к выходу, я подошёл к Ульяну, который сидел на столе. И зачем? Выглядело на крайне обиженный. Почем было на что. Захотелось! Резко ответил Ульяну. Ну и что, довольный результатом. Довольно! А тебе удачно по ходу сходить. Она ехидно улыбнулась, вскочила и выбежала из столовой. Удача мне не помешает. Дорогу осилит идущий. Это поговорка крутилась у меня в голове. Всю дорогу до домика вошатой. Почему-то я даже не думал возражать. Сылаясь на плохое самочувствие. Или пропусту откосить беспричины. События этого дня научились смирению. Хотя иногда способ происходящего ускальзывал от меня. Войдя внутрь, я задумался. А что, собственно, собирать? У меня-то есть вещей, пальто да джинсы. К тому же, забыл спросить. Поход с нащёлкой или без? В общем, делать было нечего. Поэтому я на всякий случай захватил свитер, в который попал сюда. Но что-то может быть холодно. И медленно поплёлся в сторону площади. Там уже собрался весь лагерь. Хотя до времени, достаточно Ольга Дмитриевна, оставалось всего 5 минут. Я присмотрелся к краю и принялся терпеливо ждать. Вечерело. Смеркалось. Если посмотреть на нос со стороны, то вырисовывается довольно забавная картина. Толпа пионеров. Он, по привычке выстрелившись в шеренку, словно ждёт приказа молчаливого бронзового агенты. И всё это в алых лучах заката. Вот он машет рукой с криком «В атаку!» И ревущие солдаты в красных галстуках сходятся в битве с невидимым противником. Впрочем, вместо агента заговорила проявившаяся Ольга Дмитриевна. Вроде все на месте. Отлично! Я не мог подумать ни о чём, потому что за сегодня слишком устал и решил просто послушать вожатку. Итак, сегодня мы собираемся в поход. Важным для его пионера является умение прийти на выручку товарищу. Протянуть руку помощи в трудную минуту. Просто спасти его в безысходной ситуации. Наконец. Всему этому нам с вами предстоит научиться. По толпе пионеров побежал шёпот, общий смысл которого был в том, что вся эта блинная экспедиция закончится в паре в сотен метров от лагеря около костра. Почему-то и мне казалось так же. Идти будем парами. Так что, если вы ещё не выбрали себе партнёра, сейчас самое время. Пионеры начали быстро группироваться подвое. Похоже, пара не нашлась только для меня. Славя о чём-то уверенно разговаривала с Ольгой Дмитриевной. Лена с Мику, а Электроник, естественно, с Шуриком. Может быть, идти одному не так уж и плохо? Семён! Кос, вожатая, выдавала. Вы у меня есть раздумий. Я нехотя подошёл к ней. Тебе пара не нашлась, как погляжу. А, ну, видимо, так. Это подержение. Она тоже без пары. На меня нахлынуло то особое отчаяние, в которое может впасть только одинокий человек. То есть, получается, я настолько же оказался никому не нужен, как и библиотека Шайети, провести с которой наедине пару часов я не согласился бы даже за деньги. Впрочем, сейчас мы находимся в равных условиях. Я меня подошёл к Жене. А почему не отдали сделать выбор, а? Типа, выбор Савель, там, Лена, Ульяна, Алиса. Типа, к ним подойти, спросить. Согласятся или откажутся, зависимо от того, как мы с ними сблизились. Я думаю, со Славей мы достаточно хорошо сблизились, чтобы пойти вместе. Ну, ё-моё. Такой хороший выбор. Он был, как бы сказать, пропущен. Ладно. Я, наверное, подошёл к Жене. По ходу дела... По ходу, нам вообще с тобой идти. Она подняла на меня глаза. Только не думай, что я рада. Серьёзно сказал Жене. А с чего тебе радоваться? Да и заспросил я. Неважно. Буду ещё лучше, если ты помочишь. Ааа, куда ж лучше. Она развернулась и направилась за остальными пионерами. Я не видел никакого потаённого смысла идти парами. В конце концов, наш путь пролегал по исхоженным лесным тропинкам. Изобудиться здесь было весьма проблематично даже при желании. Более того, мы шли уже полчаса, но не прорывались вглубь леса, ища опасности, которые помогут проверить нашу храбрость и закалить нас в пионерский дух. А просто ходили кругами. Впрочем, если учесть, что нашим вошоком была Ольга Дмитриевна, такой поход можно считать броском хоббитов из шира в мордор. Ну ты, Семён, загнул. То есть, по-твоему, сейчас на нас будут нападения, блин? Ну есть у нас такой ускоренный марш-бросок на орлах. По воздуху. Как и просила Женя, я шел молча На некотором расстоянии от нее Библиотекаршу, похоже, это нисколько не смущало Слушай, а ты не знаешь, куда мы вообще идем? И пойдем куда? Ну, туда, где планируется разбить лагерь Смысл похода не лагерь, а входьбе пешком Ты ничего не понимаешь Да, в походах я и правда ничего не понимал Ну, наверное Но все же Не знаю Резко ответила она и ускорила шаг Я тогда у нее и спросил Слушай, а почему ты всегда... Я хотел сказать злая, но осекся Я же тебе ничего плохого не делал И не собираюсь Она уделила посты на меня Какая? Ну, нелюдимая, что ли? Или это только ты со мной? Опять ты чувств какую-то несешь Ну, как знаешь Я решил больше не заговаривать с ней первым До конца похода Наконец, Ольга Дмитриевна решила Что пора заканчивать наше хождение по мукам Здесь сделаем привал В местном стоянке была выбрана довольно большая поляна На которой лежало полукругом несколько деревьев Образуя что-то вроде импровизированной беседки В посредине которой была выжжена земля И валялись у клетка стра Я этого не вижу Я вижу просто чистую полянку По всему заметно, что такие походы традиция лагеря Меня вместе с остальными парнями отправили на поиски дров Это не заняло много времени Так как вокруг валялось огромное количество веток и бревен разного размера В конце концов с помощью каких-то газет Ольга Дмитриевна разожгла костер Мне было очень интересно почитать, что в них пишут Но ничего кроме советской символики я разглядеть не смог Пионеры рассеялись на бревнах и начали говорить кто о чем Похоже, конечная цель всего этого мероприятия была достигнута Не хватает только котелка сухой Алюминиевых чашек с водкой и гитарой Впрочем, я бы не удивился, если бы все это Откуда-нибудь здесь появилось О чем думаешь? Ко мне подсела Славер Да так, ни о чем Наслаждаюсь походу Съязвил я Что-то не похоже Но от радости допрыгать я не готов Уж извини Ладно, не буду тебе мешать Блин Она еще некоторое время посидела рядом Но поняв, что я не очень настроен разговаривать Оставила меня наслаждаться рефлексиями в одиночестве А мне хотелось лишь поскорее улечься в постель и заснуть Но вместо этого я все больше пропитывался дымом от костра И пустой болтанье окружающих Пионеры веселились, смеялись В общем, наслаждались теплым летним вечером Далее в конце поляны я увидел Лену Который о чем-то оживленно спорил с Алисой Оживленно И Лена Понятие несовместимое Так мне казалось Славер, похоже, после разговора со мной куда-то ушла Электроник шуриков что-то яростно доказывали Ольге Дмитриевне Кажется, только я был лишним на этом празднике жизни А давайте узнаем, че уж то Так мы вообще просто сдохнем от скуки Хотя, с другой стороны, какая разница? Я просто смотрю на огонь Говорят, что на него, как и на воду, можно смотреть бесконечно Но была и какая-то третья вещь Какая же? Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как работают другие люди Вожатая вовремя и задумчивость Семен, тебе не кажется, что ты расслабился слишком рано? А что мне еще нужно сделать? Утопиться? Повеситься? В костер прыгнуть? Я искренне не понимал, чего от меня хочет Ольга Дмитриевна Не знаю Она звучала на минуту Но если что-то будет нужно, то сделай обязательно Вожатая как-то двухсмысленно улыбнулась и подошла к костру, чтобы подкинуть веток После этих слов я окончательно убедился, что состою у нее на положении раба Так и есть Или в крайнем случае, бесплатной рабочей силы Что в общем-то то же самое Я вздохнул, отпустил голову на руки И понадеялся, что мои мучения закончены Кто-то похлопал меня в мячу Я поднял глаза и увидел шурка электроника, севших рядом А вам чего? Устало спросил я Не грусти А что еще остается? А, слушай Мы сейчас, Ольга Дмитриевна, обсуждали перспективы развития кружка кибернетики И такое дело Нам не хватает членов Если бы ты... Он взломялся Развитие этих ребят, они совместимые понятия Я ничего не ответил, начал осматривать окружающих меня пионеров Но Но у меня времени нет Видите, как я постоянно занят поручениями вожатой Да, пожалуй, ты прав Неудобно сегодня с Ульяной получилось Я удивлен, посмотрел на него Похоже, что я чувствую себя виновата в том инциденте с тортом Не очень, да Все пионеры вроде бы тут, но я никак не мог найти Славю Мне кажется, она злится на меня Что? Рассейно спросил я Ульяна, может, стоит извиниться? Да нет, тут нет никакой твоей вины Мы сидели молча еще какое-то время После чего я встал и сказал Ноги затекли, пойду пройдусь Они ничего не ответили Я несколько раз обошел прорезионный лагерь Ловя на себе пристальные взгляды вожатой Похоже, Ольга Дмитриевна не терпелась придумать для меня какое-нибудь занятие Славю я так и нашел Может, стоит отправиться на поиски? С другой стороны, вспоминая расстроенное лицо Ульянки Мне осталось ее даже жаль Может, поход, и не самое лучшее развлечение Но сидеть одно и то же удовольствие ниже среднего Но при всем при этом Идти куда-то совершенно не хотелось Попытаться найти Славю Не, Ульянку, ну Ульянку сама виновата Пусть, че уж то Сама захотела Пусть и осталась в лагере Хоть она не загрустнула Но она сейчас Может, она сейчас Сейчас лагерь в охранале устроит А сидеть? Зафига Это скучно Даже мне, походе, было бы скучно сидеть у костра Пока другие чем-то занимаются Идем Я абсолютно уверен, что со Славей все в порядке Поэтому решил Чего? Пожалуй, на сегодня с меня хватит Я села на прежнее место И принесла тебя Приделось ждать конца похода Почти физическое ощущение Себе с города вожатой Наконец, она стала объявила А теперь давайте играть в города А я же слава Я не понимаю Подождите-ка Я же Попытался найти Славю Подождите-ка Так, вот Я выбираю Да, блин Ну ты идиот Семен Ё-моё Я в обзоре уверен, что со Славей все в порядке И поэтому решил никуда не ходить Ага Вообще ничего я против не имел Играй как играть Типа в города сейчас играть будем Однако из-за этого поход неизбежно затянется Пионеры расселись вокруг костра Я заметил Лену и Алису Устроившись на брюне напротив меня Похоже, все в порядке Еще пару минут назад Глядя на их ссору Я думал совсем по-другому Хотя, всякое может быть Очень хотелось узнать О чем они вообще говорили Но сейчас это не представлялось возможно Да усталость все отчетнее заявляла о себе В голове было совершенно пусто Точнее, она была настолько тяжелой Что в ней не оставалось пространства для Развертывания идей Если в лучшие времена мой мозг представляет Из себя широкую автостраду По которой с бешеной скоростью Проносятся миллионы мыслей Обгоняя Подрезая друг друга Устраивая чудовищные аварии То сейчас он не более чем Затерянная в лесу тропинка По которой ходят только в случае Крайней необходимости Славя так и не появилась Может у нее возникли какие-то дела Впрочем, сейчас опять же я никак это узнать не мог Итак, начнем Москва Пионеры назвали различные города Наконец очередь дошла до меня Я старался слушать, чтобы не пропустить первую букву своего города Архангельск Игра сделала несколько кругов Скажем новое название Мне все тяжело было запомнить Все, что говорили до этого Внимание рассеялось И я терялся в разнообразных столицах Городах-миллиониках, деревнях и поселках городского типа Семен, Семен, твоя очередь Ольга Миттин навернул меня к реальности Спасите, а что было до меня? Опять-таки это было как видишь, Снеж Севастополь был Тогда Лондон Был уже Я задумался Городов на букву L в мире множество Но сейчас хотя бы один из них вспомнить непросто Ливерпуль Было Лос-Анджелес Наконец-то Аналис какая-то признительно поставила на меня И игра продолжилась Наверное, еще одного города на L я бы не выдержал Но, к счастью, этот кон стал последним Ладно, пожалуй, хватит сегодня Уже поздно, пора возвращаться Я с обещанием вдохну Назад мы уже шли не парами А как придется Ладно, как мы шли назад И что с нами случилось по дороге Мы узнаем в следующий раз С вами был Аркадий Подписывайтесь, ставьте лайки Все пока До скорой встречи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!